Парни, всем здорова, Саныч на связи, я во всех очень рад приветствовать у себя на канале. Сегодня хочу внести некую ясность. Недавно, вот несколько дней назад, я выкидывал ролик, когда женщина трактовала, что такое измена, и сказала прямо, подчеркиваю, конкретно по этому ролику, она сказала, что измена это не тот момент, именно не тот момент, не момент физического контакта, она прямо это сказала. Соответственно, эти слова я и прокомментировал. Вызвала в комментариях, там прямо бучу такую, не то чтобы недовольство, как бы мне говорят, типа, Саныч, ты неправильно понял, как бы неправильно ее прокомментировал и тому подобное. Но, ребята, я подчеркиваю, она прямо сказала, что измена это не физический контакт. Теперь именно конкретно к моему мнению, что я думаю, что же такое именно измена вообще? Конечно, конечно, если измена целенаправленно спланированная, если, допустим, берем ситуацию, мужчина живет с женщиной, не важно, как бы они сожители, либо официальном браке, не важно, какие-то у них есть отношения. Женщина идет налево именно осознанно. Возьмем женщину, к примеру, именно осознанно ходит себе мужчину, с кем-то она познакомилась, ей этот мужчина понравился, завязывают какие-то романтические отношения, у них какая-то переписка, возможно, разговоры. И она совершенно осознанно изменяет мужу именно с ним, ехала навстречу. Это произошло не спонтанно, не в пьяном виде. Конечно же, эта измена произошла именно морально, именно психологически. Гораздо-гораздо раньше, возможно, даже до встречи этого мужчина-любовника. Потому что она уже мужа по факту не любит. Она смотрела на других мужчин. Конечно же, эта измена произошла у нее в голове. И тут, в принципе, конкретно физический акт, это уже как следствие было этой измены, которая произошла в голове. Тут то же самое можно сказать и про мужчин. Если это было все все направлено спланировано, конечно же, это все было в голове. Если он засматривается на других женщин, на их гениталии, на сиськи, на жопы, конечно же, это все происходит в голове. Если это происходит, допустим, все в пьяном виде, в пьяном каком-то состоянии, конечно же, это не то, чтобы неосознанно, но это измена, конечно же, измена. И вот тут, в принципе, будет уместно сказать, что конкретно вот это было измена, конкретно тютелька в тютельку, потому что человек особо не думал. Но разницы между ними я не вижу по факту. Мне просто задавали вопрос в комментариях, что страшнее, то есть спланированная измена, либо же вот такая. Да какая нахрен разница? Ты, во-первых, в голову к человеку не залезешь, и ты не проверишь, какие мысли были до, какие после, какие во время. Разницы-то, в принципе, нет. И то, и то измена. И я не вижу, в принципе, предпосылок никаких думать, что это страшнее измена, а это не страшнее. По факту человек будет страдать, если он, допустим, узнает об этом, об измене. Ну, муж там, либо жена, какая нахрен разница, спланированно это было или нет? Я разницы не вижу. Еще раз подчеркиваю, конкретно по этому ролику, человек сказал конкретно, что вот это вот измена не является вообще, по факту. А измена является то, что там, возможно, раньше в голове у него все это произошло, все эти мысли спланировалось, и она там пошла изменять. Вот это вот была измена. Это я понял, ребята. Ну, я прокомментировал конкретно то, что она сказала. Вот как-то так. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу.